Всем здорова, с вами Алекс Пожинатель и мы продолжаем проходить игру Мафия. У нас осталось две последние серии, которые будут самыми захватывающими и которые откроют весь сюжет перед нами как на ладони. Сейчас Том идет к своему другу Полли, чтобы с ним обсудить то дело, о котором они вчера говорили. Если вы не смотрели предыдущую часть, то я вам напомню, что это ограбление банка, которое Полли предложил своим друзьям Тому и Сэму. И они отказались поначалу, но как только Том увидел и узнал, что Дон Сальер их использует для своих грязных целей, то он согласился и теперь идет с Полли обсуждать этот план. Ну что ж, посмотрим, что они обсудят и к какому итогу придут, как именно они собираются грабануть этот банк. Самое интересное еще впереди, посмотрим. Да что, Том? С чего вдруг такой резкий разворот? Ты вроде не собирался этого делать. Тогда я не думал, что Сальери нас используют. Теперь я это знаю. Ну тут ты конечно прав. Да что, сделаем этот банк? Как насчет Сальер? Эй, ты же его слышал. Он все беспокоится насчет того, что будет, если Дон нас накроет. Так что пойдем мы это дело с тобой на банк. Что скажешь? Сначала хочу глянуть на этот банк, а потом расскажешь свой план. Чу. Можем съездить, посмотреть на него прямо сейчас. Ладно, пошли. Ну ладно, пойдем посмотрим, что за банк приглядел там в поле. Все-таки, прежде чем грабить какой-то банк, нужно все четко спланировать и уже потом действовать. Я конечно не согласен с Томом, зря они все-таки с полей это сделали, потому что можно было какими-то другими путями узнать и продолжить свою карьеру гангстерскую дальше. А на этом я думаю, что у них карьера будет явно закончена. Ну, с одной стороны его можно понять, все-таки действительно Сальери их использовал, он ничего не сказал и на смертельный риск послал своих ребят только для того, чтобы себя обогатить. Все-таки нужно быть честными. Так, ну сейчас идем и поедем на метро. Не на машине, а на метро. Это такое разнообразие геймплея. Ну ладно, я поле ждать не буду, он сам добежит. Добежит. Может быть Том действительно думал, что Сальери... Опа! Вот что значит по сторонам не смотреть, а? Еще сейчас не сдох под трамваем. Вот может быть Том думал, что если это спустить с рук и дальше действовать, как будто ничего не бывало. Сальери завалит множеством таких же просьб бесполезных для нас и полезных для него. Например, Том! У нас у меня такая сложилась проблема. Моя зажигалка перестала зажигать те сигары, которые ты привез мне в прошлый раз. Не смог ли ты съездиться на центральный остров и взять парочку из полицейского участка? Или же что-то вроде того. Ребята, мы с вами очень давно не сидели вечером за чашкой чая. Том, почему бы тебе не съездить в Чайна Таун и не спереть пару коробочек у Якудзо? Их всего 30-40 человек, ты справишься, я знаю. Возможно, я этого как раз и боялся Тома, и поэтому он решил все-таки действовать с полем вместе и остаться такими значимыми фигурами, но уже поодиночке. Как я уже говорил, в бар мы, естественно, не вернемся уже, туда нам путь закрыт, поэтому действуем с полем вместе. Ну вот, по велению скрипта приезжает поезд, мы садимся к нему и будем ехать долго, но я не буду пока сбрасывать это, потому что сейчас будет весьма интересный разговор о планах Олли на будущее. Олли, это что за стол? Ну что, Катя? Так, сейчас я поставлю субхитр, чтобы было видно, если не слышно, конечно же. Олли, это что за стол? Все считают, что наша жизнь состоит из того, как мечет не хороцированного, то мне не пришло то, чтобы делать красиво и снова выхватывать. Нет, это действительно того времени. А я даже не могу записать ничего из-за полиции, потому что если для шарик половины, там же мне 20 лет. Могай забываю, то мне, что обещал, ну вот, я должен был. В результате кто-нибудь оказывается недоволен, и я опять теряю на этой идее, вот это просто описание. Но это иногда жизнь бывает всегда не понимает. Вот мы уже узнали планы Олли, что он собрался делать Ну ладно, ехать еще далеко, поэтому встретимся к чьей-то тоже Том, у меня для тебя особое поручение Я не знаю, кто бы с ним справился лучше, чем ты В нашем баре закончилась туалетная бумага И только ты можешь найти ее У моего хорошего друга ее тонны Поехай за город и принеси две коробочки нам Задницы наших парней в твоих руках Это я все фантазирую на эту тему того Какие задания мог бы дать нам Дон Сальери, если бы мы остались с ним Возможно все бы так и выглядело, но кто знает По крайней мере сейчас мы действуем в одиночку Мы уже не зависим от Сальери Нам пути назад нету Так что мы уже никогда не узнаем, что было бы, если бы мы проглотили это и остались с ним Вот, кстати говоря, этот самый банк Который мы будем грабить Сейчас мы войдем туда, послушаем план Олли И потом уже пойдем готовиться к этому самому ограблению То, что надо Не слишком большой и не слишком маленький Давай глянем Ну давай глянем, посмотрим, что же там из-за такой банк В котором очень большие деньги хранятся Сразу видим двух охранников Охранников Они слабо вооружены Наверняка не будут нам мешать Ну Слушаю вас Хочу снять пять долларов Фамилия? Ищи кузени Наверное, эти два охранника просто сдадутся Если они вздумают проиграть в герои пристрелять К сожалению, сэр, вы превысили кредит Мы узнаем у клерков где Это что еще такое? Все, я больше в этот банк не ногой Безусловно, разумное решение, сэр Ты будешь ключи иди в ту дверь прямо за конторкой Иди ты в черт Открутил в коридор Справа будет лестница Внизу хранилище Наверху офис Если это знаешь ключи, то иди прямо к хранилищу Если нет, поднимись наверх и поищи там Скорее всего, внизу охраны будет больше Тебе придется разбираться с ними самому, пока я прикрою тебя наверху Внизу стоит большой сейф Его надо открыть Потом просто бери бабки и делай ноги Да все Ладно Пойдем Нам нужно выбираться отсюда Да, совсем беспалевно Поль рассказал план В банке При охранниках и при кассирах Нормально Он мог бы все это сказать нам на улице Непонятно почему именно в банке Банк хороший такой Ни маленький, ни большой, средний Ну и денег там хранится очень много Ну тут понятно дело, центральный банк гордо Взрыв Пойдем Купок Я вообще не буду конкурить Всякие янты будут куда-то В минуту пять У нас есть пять минут А то, чтобы проликнуть внутрь Взять все деньги и слинять Нам понадобится тачка Лук убрать машину у Ральфа Он тут же сообщит об этом с Альгей Тебе нужно будет достать хорошую, быструю тачку Тонне Тебе это наверняка не трудно, я так думаю Нет, не трудно Надеюсь, Лука что-нибудь придумал Тогда постарайся добыть тачку побыстрее Я думаю, что они не позволят нам так просто уйти Даже если мы слиняем вовремя, копы будут ждать нас в городе А что будем делать, как выберемся? Мы поедем прямо в один заброшенный дом в Хобокене Там на стене надпись Клуб Поляр Отлично Еще проблема с оружием У меня есть ствол, но у тебя его нет Значит надо добыть пистолет Есть одно место, там можно будет его раздобыть Что за место? Это довольно далеко Туда лучше ехать поездом Садись и езжай до Хобокена Выйдешь на станции центральный Хобокен И пойдешь в том направлении, откуда приехал До ближайшего перекрестка Пройдешь под железной дорогой Сначала прямо по дороге, которая идет под мостом Потом налево Там увидишь старый кинотеатр Твиста У заднего входа найдешь магазин желтого пита Скажи, что это я тебе прислал, он что-нибудь подыщет Я сейчас туда поеду Достану оружие, машину, а потом заеду за тобой Хорошо Остановись перед домом и посигналь Консьерж вечно запирает дверь Я спущусь вниз и поедем Увидимся Ну что ж, перво-наперво отправляемся к желтому питу за оружием Как сказал Полион Ой, это очень далеко и туда лучше ехать поездом Ну не знаю, если для него 200 метров это очень далеко То я уж не знаю, что и говорить Не привык он, видимо, ходить пешком Привык все время ездить на метро Или на заднем сидении нашей машины Когда мы едем на какое-то особое задание Так, сейчас главное разжиться машиной Пофигу какой И поехать к этому самому питу Потом уже заедем к Лукасу Выполним очередное Небольшое поручение И уже потом можем заезжать за поле Что вы делаете, прекратите И ехать в этот самый банк Выносить всю наличку Я думаю, что эта машина Все, забудь про нее, она уже не твоя Задание будет не из самых легких Потому что охраны будет там достаточно много Но, что хорошо у этого пита можно взять практически все оружия которое предоставлено в игре Ну за исключением разве что Огнес... эй коктейль молотова и гранат все остальное оружие у него есть ну разве что еще снайперской винтовки мосина нет там за нее спрингфилд вот эта самая дверь где торгует краденым оружием ну короче незаконно все дело тебе нужно меня прислал поле о тогда входи деньги у нас изначально есть мы все-таки 8 лет работали на сальере поэтому мы весьма солидный знатный человек вот этот желтый пит давай уже не тронись меня послал поле мне нужно купить оружие если можно так сказать то да это он все еще работает до конечно так что насчет оружия конечно конечно что нужно более выбирать лучше всего два оружия полицейский кольт вообще можно потом выкинуть он не пригодится самое дубовое оружие берем коль 1911 на всякий случай действовать мы будем естественно с томпсоном вот и все это все остальное оружие абсолютно лишнее конечно же уже сказал передадим привет твой можно подумать он его так ждет так на все теперь можно ехать клуб субертона посмотреть что же он за задание нам на этот раз даст выполнить его быстро взять крутую машину поехать за поле и грабануть наконец-то этот банк скрестить хорошее состояние и уже можно валить из этого города ну как все она будет на самом деле мы посмотрим уже уже скоро будет все известно осталось две последние серии также что касается большой прогулки я все таки решил что и буду проходить все 19 миссий вот они будут записываться отдельно по три серии за одну часть стараюсь пройти и правда не знаю как часто буду выкладывать думаю что раз два дня точно да что ж вы подрезаете как вы любите это делать так задание будет нетрудное к тому же ехать нам придется недалеко чтобы выполнить а вот за машиной придется ехать на другой конец города но вы естественно это не увидите я это естественно вырежу так все вот лукаса у него та же самая машина что у нас популярным достаточно машинки вот как знает прям привет мне нужна мощная машина и побыстрее я как раз собирался тебе позвонить мне тоже кое-что нужно причем быстро но машина которую я тебе предлагаю чего ты хочешь я обещал привезти посылку одному парню но сегодня никак не могу выбраться сможешь сделать это ладно правда я никогда еще не доставлял на этом посылку прежде чем отдать посылку убедись что с ним все в порядке он должен передать ее еще кое-кому если с ним случится беда провалим всю операцию а что с ним может случиться черт его знает откровенно говоря где мне найти того парня на пятачке под тем мостом который ведет в деловой район его зовут дик прежде чем отдать посылку убедись что за тобой не следят вот она именно для этой миссии я брал коль 1911 потому что в банке мы будем действовать естественно с томпсоном все гладко как всегда не пройдет поэтому придется отпустить огнестрел это совсем недалеко под тем мостом через который мы уже достаточно часто ехали поедем к самыми короткими путями максимально короткий путь план все равно нам эта машина не нужна мою достаточно скоро уже поменяем на очень хорошую спортивную машину очередную спортивную машину да да в принципе они сильно не отличаются друг от друга плюс 10-15 километров потому что выглядит они все достаточно одинаково блин полицейский вот почему тебя патрулируйте надо именно здесь так ну вот в общем-то большой дик поставим машину здесь и пойдем поговорим с ним охотно верю не думаю вроде бы нет тогда уже эти парни чёрт ну так покажи ему на что ты способен и тоже большой блин дик кренов вверх хренов как это низ подставляйся под пулей надо было полицейского сразу задавить ук ни хрена себе метки заразы господи ну да хорошо что у лукаса есть аптечка еще было бы плохо потому что для штурма банка нужно очень много чего не волнуйся наслаждайся жизнь отлично передает меня привет пугас оружие них брать не будем потому что она нам не нужно у нас есть автомат самый лучший ствол в игре поэтому обойдемся именно с ним просил я по хп не слабо я думаю что и переградив им дорогу они будут не так сильно попадать но парочку выстрелов я поймал достаточно грустно ну да ладно это не критично вот если такое количество хп будет уже при штурме банка тогда все будет достаточно плохо потому что придется действовать очень аккуратно не ловить пули практически вообще естественно лишнюю езду я вырежу как мы будем ехать а подловить хотели уроды хрен два не получится уж так блин ствол забыл спрятать господи лукас это было нелегко что случилось как только я пришел туда какие-то парни попытались нас убить дико порядке ты успел отдать ему посылку да все нормально мы вместе справились с ними потом он ушел слава богу ты не представляешь как я тебе благодарен получишь отличную машину это американская модель собранная в германии лучшее что можно достать ладно это стоит небольшого риска где она вчера я подслушал разговор одного клиента сегодня примерно в это же время он поедет от ууквудской школы навстречу где-то на центральном острове поезжай за ним и когда он припаркуется бери машину единственная проблема с замками я знаю что ты то справишься с ними без труда спасибо лука я побежал да да сейчас мы будем красить машину у директора школы откуда у обычного директора школы может быть такая машина видимо он неплохо учит детей ну да ладно как включу записи вот мы подомчали до этой школы а вон та самая машина впереди не та синяя а вон вторая за ней как раз этот директор школы есть мы конечно же следить за ним не будем мы будем действовать самым таким простецким и быстрым способом просто напросто вот так дорогу перегородим и быстро его ликвидируем так полицейский а вот и всего делов директор школу мало того что еще был и вооружен отлично видимо бандитских кругах свой человек ладно доедем до поля и тогда уже поедем штурмовать банк товарищ учитель а почему мы не едем вы обещали нам приехать пораньше все мою дому поле благополучно я доехал правда хочу сказать что машина очень непрочная так что не врезаетесь мне никуда ни в коем случае ладно сейчас спускаюсь но он теперь самая интересная часть этого прохождения постольку после того как естественно доедем до самого банка машина очень резвая но просто вот нереально вот это самая быстрая машина из тех которым на которых мы ездили но вот то что она похожа на все остальные ласситеры и то что она очень хрупкая их копы ну прям как мухи но сами знаете что липнут это конечно же минус но я думаю что несущественность да ты знаешь этот твой желтый пицца и хкани в себе почему его так зовут видит его все самые желтые зубы в городе и самые гнилые точно точно он мне по крайней мере не улыбался то что я не знаю а привет том так и не передал хотя два раза пит просил надо ладно от мелочи сейчас уже морально готовимся на штурм банка главную часу никакой косяк не сделать я вот очень часто цеплял вот именно на этом моменте очень много копов приезжал в банк уже с 20 хп наверно расторонит там просто да даст по сам и не могу он и приходилось всю миссию переигрывать приходилось его угонять эту машину потом ехать опять за поле обратно в этот банк это очень муторно так что надо чрезмерно аккуратно очень очень потихоньку не цеплять никого лишнего вот как сейчас но то не как знают специально именно там респицы эти машины где проезжаем мы уже вот нереально даже бесить начинает порой ладно осталось совсем немного нужно ограничить и по крайней мере поставить чтобы не облажаться очередной раз и снять его потому что нам нужно будет угонять очень быстро от полицейских все поле вылезаем и приехали да здравствует штурм банка так вот сразу берем томпсон идем к дальней двери выбиваем ее и ждем охранника который сейчас появится сразу поле начнет кричать так ну давай оба материзовался из воздуха ну да ладно мы это не видели все нормально такие чудачи бывают к тому же игра достаточно но но не прекращает удивлять блин поле ты только там не сдох у меня же сейчас еще поле прикрывать потому что на один естественно не справиться пришел бы это второй охранник его умирать очень часто вдохнет ключи от сейфа быстро ключи от решения здесь быстро ключ от сейфа есть только у менеджера так вот и ключ от сейфа теперь идем на самый нижний этаж блин поле замолчи все уже ключи у нас главное держи там чтобы эти охранники не завопили и героев поиграть не решили так осталось еще там всего парочку охранников и путь к сейфу будет свободен ну давайте голубчики он уже жду покажите что вы умеете понятно ты можешь стоять и смотреть в другую сторону только ничего нормально где по твоему еще должен был быть дундук все вот сейф с огромным количеством денег внутри сейчас мы все их переложим и дадим диор отсюда как все там делать не спеша как будто у нас не 5 минут а целых 35 давай там еще полюбуюсь на то сколько бабла тут вау ну 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 а ну это где почему она одна осталась так все 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 валим быстро у нас осталось всего-то ничего без половины поле там держит все под контролем я надеюсь на это как будто и режет непонятно звук откуда-то далеко все давай он сбежать хотел понятно быстро садимся в машину и даем дёр отсюда поле давай не тупи это место находится недалеко от того места где мы брали оружие поэтому ехать придется совсем ничего всего 200 метров к тому же и надеюсь что копы к нам на хвост не сядут они просто-напросто не успеют не на обычно они реально не успевали всего не знаю наверно просто машин проезжал мимо я думаю что не сильно помешают по крайней мере отбиться от тех двоих придется по-любому потому что миссия не завершится они нам попросту наверняка не дадутся ехать туда в этот самый склад ну да ладно патроны еще остались давай жду тебя ничего себе они еще с дробовиками не чересчур ли а обычное ограбление банка так ладно думает надолго до веселье полным ходом идет тут еще три машины ладно ладно а ну вторые свалили постовку виде что и взорвались но нам же лучше теперь просто-напросто ждем пока шкала исчезнет поговорим с поле и отпразднуем наш триумф точно так и есть что теперь переоденемся чтобы копы нас не вычислили и положим капусту в портфель ладно а что будем делать потом на батке никому не говорим выспись завтра подумаем что нам делать капусты я возьму их с собой чтобы сара не нашла ясно только не вздумай сбежать с деньгами слинею прямо на гавайи даже не пытайся найду тебя и засуну этот портфель со всеми его железками тебе прямо в глотку я подумаю над предложением так ну все осталась одна последняя миссия ограбление закончено достаточно удачно ну какая же будет развязка в итоге узнаем очень скоро всем спасибо за внимание и до самых скорых встреч